Беларусь Академии наук Беларуси, университетов Санкт-Петербурга, Гродно, Бреста, Полоцка, а так само представники айчинной архивной, библиотечной и музейной науковой супольности. Декан ГИСТВАК БДУ, профессор Александр Кахановский, открыл пленарное поседжение, и он повиншовал коллег с 25 годом пленной працы, але в тот же час подкреслил, что сегодня перед кафедрой стоят новые выклики, які шторхают развиваться уже на новым узровень. Александр Геннадьевич выказал твердую полность, что кафедра здольная зарабить якосный крок наперед. Профессор Петр Шупляк поделился с присутными вспоминами про поширение и поглубление выучения курса айчинной гистории, як на ГИСТВАКу, так и на інших факультетах БДУ, у середине 1990-х годов. Петр Алексеевич рассказал, як распрацовывалисься новые учебные планы и концепция выкладания айчинной гистории. Прогучал доклад профессора Валентина Голубева про роль Великого князства Литовска у гистории айчинной державности. Валентин Федорович узгадал, что с коллегами из БДУ пройшов великий адресок своего навыкового життя. Гистория кафедры идейностей выбитных супрацовников раскрывалась у докладах доцентов Владимира Сосны, Андрея Любога, Владимира Подаринска. Яны дали оценку стану выучения гистории Беларуси в советский час, подвели выники работы за 25 год, поделились будучими планами. Почас панельных докладов у рамках трех секций удельникам конференции удалось обмерковать широкое колопытание. Разглядались гисториография, методология и нарраты Великого князства с пункта угледжения гисторичной науки 21-го года. Гарачи дискусии пройшли по проблемах политичного народу, региональных элит и институтов улады ВКЛ у 16-17 сагодях. Обмерковывались социальные структуры, стратегии и корпорации ранее нового часу на территории Беларуси. Гот тому у стенах гистории КБДУ проходила конференция «Шляхта Великого князства Литовска». Сегодня обмерковывались социальные структуры у ВКЛ. Тем самым гисторичный факультет уносит свою долю ускарбонку доследований айчинной средневечной и новой гистории. Продолжение следует...